Всем привет! Вы с Аленой, вы на канале терапии. Здесь мы говорим о вашем психическом и физическом здоровье. Друзья, сегодня с вами будем говорить о витаминах для психического здоровья. Есть ли такие витамины? Я назову очень определенные моменты, которые вы должны обсудить за своим лечащим врачом, психотерапевтом и действительно включить в свою жизнь. Есть антинутриенты, которые приводят к тому, что у вас остается хроническое воспаление, которое создает психологические нарушения. И это действительно проблемы усвоения многих веществ в вашем ЖКТ. Есть действительно антинутриенты, богатые фитиновой кислотой, различными газировками, которые влияют на когнитивные способности. Что нужно для того, чтобы ваш мозг полноценно функционировал? Действительно, нужны минералы и витамины, которые борются с воспалительными заболеваниями в ЖКТ. Мы помним, что инсулин это также воспалительный гормон, который не дает усваиваться многим минералам и витаминам. Какие бы я рекомендовала витамины своим клиентам? Обязательно позаботиться о здоровой еде, которая минимально обработана. Второе, это обязательно понять, что вы усваиваете еду. Не запивайте ее кофе, кока-колой, чаем и другими водами, которые, бывает, не дают усваиваться. Дальше, я бы обязательно посмотрела в сторону дефицита Д3СК2 и действительно посмотрела бы белок, посмотрела бы железо, посмотрела бы действительно на работу ЖКТ. Если человек плохо ходит в туалет, это очень смешно, это влияет на психическое здоровье, потому что интоксикация создает проблемы работы мозга. Дальше, если вы понимаете, что прям серьезно страдаете, то я бы обратила внимание на продукты, которые нарушают работу вообще многих-многих систем. Это, конечно, это, конечно, друзья, как вы думаете, что все сладкое, все то, что заставляет вас действительно чувствовать себя дискомфортно. Плюс витамины для психического здоровья это отсутствие стресса и восполненный белок. Обязательно белок нужен головному мозгу и другим органам. Если он в недостаточном количестве усваивается или какой-то недопереваренный пополняется, вы начинаете когнитивно страдать. Также B12, фолиевая кислота и что еще, и B6 влияют на митохондриальную дисфункцию. Поэтому, если вам все это полезно, постарайтесь это скомпенсировать в еде и постарайтесь подключить по возможности то, что вам поможет. Вы на канале с Аленой. Пишите комментарии. Пока-пока.